Снова в кране нет воды. Для тысячи жителей барнаульских многоэтажек утро понедельника началось с коммунального сюрприза. В закрытом режиме, как депутаты Рубцовска, поспорили с прокурором о нарушениях в декларациях. Как упасть красиво? Ну вот сейчас показали этот секретик, оказывается, не совсем простой. Или большому бизнесмену большая сцена, репортаж из-за кулисья проекта. Итак, наши новости начинают работу в эфире. В студии Евгения Даровская. Здравствуйте. Тысячи жителей краевой столицы вновь остались без воды. С утра водоснабжение отключено в железнодорожном районе ВРЗ, жилплощадки и поселки Восточный. Закрыто 12 садиков и 6 школ. Как сообщают специалисты Барнаульского водоканала, ночью произошел порыв водопровода на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийская. Сейчас бригады рабочих локализуют место повреждения. В целом же, чтобы ускорить ремонт, коммунальщики отключили горячее и холодное водоснабжение в жилых домах и административных зданиях четырех районов города. В некоторых домах вода все же есть, но только на первых этажах. Ориентировочно устранить аварию обещают во второй половине дня. Ну а депутаты Рубцовска оригинально решили другую проблему – вопрос декларационных нарушений. Они просто не приняли протест прокурора о неправильном отчете о доходах и не лишили мандатов 16 депутатов-нарушителей. Любопытно, что разбор ошибок проходил в закрытом режиме. Народные избранники проголосовали, чтобы заседание покинули все непричастные к делу. Все за то, чтобы провести закрытую сессию и оставить двух сотрудников аппарата. Василий Григорьевич Курганский, председатель Рубцовского городского совета депутатов, запретил мне присутствовать на последних двух рассматриваниях вопросов. Я считаю, что это нарушение статьи 29 закона Алтайского края о статусе депутата Алтайского краевого законодательного собрания. И оставляю за собой право обратиться к прокурору Алтайского края. За закрытыми дверями депутаты разобрали нарушения каждого отдельно. При этом один из депутатов, Ирина Кох, добилась от прокуратуры исключения ее из списка допустивших просчетов декларации. В итоге рассматривали ошибки 15 народных избранников. По словам представителей городского совета, нарушениями были, например, неуказанные счета до 2000 года или ветеранские пособия. В конце заседания все их признали незначительными для лишения мандатов. Присутствовавшие подчеркнули, что прокурор отнесся нейтрально к отклонению его протеста и даже похвалил депутатов за сплоченность. Поставлена ли точка в этой истории пока неизвестно. Но уже известно, что, например, в Бийске ведется 7 судебных разбирательств из-за нарушений в декларациях. В Барнауле таких дел 5. А вот публичные люди в Барнауле в эти дни падали, поднимались, смеялись и читали скороговорки. В разгаре репетиции 5-го юбилейного сезона театрального проекта журнала «Автограф» большая сцена. Затем, как продвигается творческий процесс одной из театральных групп, наблюдал Илья Кочетков, который, кстати, сам участвует в проекте. Казалось бы, что может быть проще, чем упасть? Но это случайно, а специально, не сломав при этом руки-ноги. Еще и красиво. Ольга Черкашина, для которой эта сцена вторая, говорит, если с техникой речи уже знакома, то вот так управлять телом для нее в новинку. Я всегда видела на сцене, как это делается. Я понимала, что это что-то как-то вот есть секретик. Но вот сейчас показали этот секретик, оказывается, не совсем простой. И нога. Вот посмотрите. И вот на беду. Вот эта нога должна быть контролируема этой. Ладонь. Если мне потребуется стремительно упасть, я стремительно падаю. Я не ударюсь. Почему? Потому что первый удар принимает ладонь. Ясно? Она смягчает. Режиссер Леонид Черкашининов уверен, то, чему научат участников театральные подмостки, обязательно пригодится и мы в личной и в профессиональной жизни. Освободившись от внутренних и внешних зажимов, начинающие актеры переходят к следующему этапу – работе в группах. Эти упражнения, они для того, чтобы они видели друг друга, чувствовали друг друга, эмоционально чувствовали друг друга. Чтобы могли пощупать немножечко из душой процесс от общения, приспособления, существования в каких-то заданных, предлагаемых обстоятельствах. С этим согласны участники проекта. Андрей Малышев, например, участвует в большой сцене уже в четвертый раз и признается, это стало частью его жизни. Это не имеет значения, какой я раз участвую. Главное – желание на самом деле, целеполагание, стремление. То есть у меня есть внутреннее ощущение того, что я в правильном месте. Что же касается репертуара, то группа Черкашининова представит постановку по мотивам творчества Шукшина. Это пока все, что известно, остальное – секрет. Как продвигаются репетиции у остальных групп, покажем чуть позже. Итоги работы можно будет увидеть 18 апреля на сцене Дворца культуры Барнаула. Переколоковать, перевыколоковать. Молодцы, но я не ожидал. Таланты. Илья Кочетков, Алексей Фризин. Наши новости. Пока одни лишь постигают азы театрального искусства, музыкант из Барнаула стал участником телевизионного вокального шоу, которое стартовало на одном из федеральных каналов. Выступление Николая Шорина, сценическое имя Клей, понравилось продюсерам проекта, известным артистам Баста и Тимати. На кастинге «Наш» артист исполнил песню, которую посвятил всем мамам. Николай родился в Барнауле, а в 18 лет отправился покорять музыкальный олимп. Сейчас живет в Петербурге, сам пишет тексты и музыку. Но вот, к сожалению, связаться с участником проекта даже по телефону невозможно. По условиям проекта Клей он не должен давать интервью. Кстати, сценическое имя, по словам исполнителя, это всего лишь надпись на его любимой футболке. Также известно, что Николай Шорин уже пытался попасть на этот проект в первом сезоне, но тогда удача была не на его стороне. На этот раз авторская композиция, посвященная мамам, понравилась продюсерам. И вот прямо сейчас мы вам расскажем о погоде. Спонсор прогноза погоды компания «Эволар». Если повышен холестерин и вы ищете замену вашему обычному лекарству. Атероклифит. Натуральное лекарство для снижения холестерина. Атероклифит. Фитотерапия от «Эволар». Почувствуйте разницу. «Эволар». Выгодная цена. Высокое качество по стандарту GMP. На территории региона пасмурно и прохладно. До 7 мороза в Рубцовске, 6 в Бийске, 5 градусов в Белокурихе. В Барнауле возможен снег и до минус 6. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Все новости к этому часу. Полная картина дня в вечернем выпуске новостей. До встречи.